Внимательно. Достаточно. Тот же самый кусочек мы слушали. Давайте сравнить усилищи. Первый. Секундочку. Слово лучше и хуже мы отметаем. Потому что мы сейчас говорим, глубже или не глубже. Какой из них был глубже? Этот. Вот этот, второй. Заметно это или так? Вроде бы как. Вроде бы как. Заметно. Лучше в целом. Но на самом деле, здесь главное слово случайным нашим экспертам. Заметность была, да? Себя на уровне. Здесь совсем. Полонки первые, третьи. Ну, я вам скажу так. С моего места было так. Как будто мы один звуковой план потеряли в классе D. Вот примерно так. Их в данном случае должно быть четыре, а мы, так сказать, один звуковой план. Вот это еще одна экспертиза. Дальше, ребята, поскольку времени мало, я перескакиваю. Значит, этот тестовый диск, там много дорожек и так далее. Но я сейчас перескакиваю на основные моменты, чтобы можно было с ним работать. Кстати, я хочу сказать следующую вещь. Вот этот инструмент, который называется Аудиодоктор, он у нас на сайте выложен для всех. Мы его, так сказать, всем дарим, как говорится, в очень хорошем качестве. И судейский протокол, и даже описал его точное. Как с ним работать. То, что я вам сейчас рассказываю, там все это есть. Ну, короче. Мы перескакиваем через некоторые моменты, которые бы нам хотелось перескочить. Но важнейший момент мы не можем перескочить. А именно, способность звукового тракта к передаче самых низких частот. Значит, наше ухо очень хороший спектролизатор. И более того, на низких частотах этот спектролизатор имеет очень хорошую, достаточно долговременную память. Значит, голос диктора говорит, частота 60 Гц, и идет тон. Мы его запоминаем, потому что диктор дальше говорит следующее. Частота 20 Гц, скажем, их нету, да, вот в этом тракте. Мы их не слышим. И там 25 Гц, чуть громче, там 30 Гц, скажем, громче. Вот тот уровень, который будет сопоставим с 60 Гц, мы будем считать низшей рабочей частотой звукового тракта. Понятен подход? Давайте мы этот и сделаем. Руку не надо. Мы потом сравним с вами, когда вы послушаете. Кстати, это уже будет для всех. Но хочу сказать, что поскольку низкие частоты, они достаточно большие по длине, то у каждого, в зависимости от того, где он сидит, немножко будет другая картина. Поэтому мы меряем для каких-то конкретных вещей. И когда такие измерения мы делаем, скажем, как на помещении, мы несколько точек выбираем. Главное быть в том месте, где будет сидеть слушатель. Главное не бегать. Абсолютно правильно. Так, седьмая вещь. Готовы? Поехали. Опорная частота 60 герц. Частоты в герцах. 20. Что-то есть, но не чисто. 25. 30. Вот чистый тот. Но уровень чуть ниже. 35. Вот, пожалуй, 35 герц. Да? С моего места. То есть у нас получается вот такая частота. 40. Тихо! 40 на том же уровне. Вот с моего места. Вот у нас частоточка рисуется. Да? 45. Небольшой провальчик. Это призвук стекла. Вот, пожарная вещь, извините, отсоединяюсь. Чуть небольшой провальчик. 50. На том же уровне. То есть у нас такой вот горбик был. И чуть-чуть пошел вниз. Равномерно. 55. Чуть выше. 60. Вот мы с вами очень быстро с помощью вот этого спектроанализатора и двух вот этих замечательных наших электронных коммутаторов облить частотку. Переходим на другую серию. Как же фонограмма? Подход ясен к этому. Очень просто и быстро. Я напоминаю, что у нас корректно уровни. Так, господа, поехали. Мало времени. Мне еще многие вещи хочется вам показать. Поехали. Вот тихо. Поехали. Опорная частота 60 герц. Частоты в герцах. 20. 25. Вы уже можете строить для себя кривые вот эти. 30. 30. 35. 40. Вот, пожалуй, здесь 40. Не шеечет, а там. 45. 50. 55. 60. Итак, ваше резюме. Какой из усилителей более равномерен и, первый вопрос, и второй, с более низшей частоты работает? Первый равномерный. Вот этот? А мне кажется, вот этот равномернее, ребята. Горб, да. То есть, смотрите, в неравномерности этот проигрывает, получается, но по другому параметру он выигрывает. Поэтому получается такая штука. Если раньше у вас был лидер вот этот, то в данном случае на низах у вас получился... Вырвался вперед. Этот вырвался вперед. С этим все согласны, да? Дальше. Значит, ребята, мало времени. Слушаем вот такую фонограмму. Очень важную. Я прямо пероматываю. Дело в том, что важнейший параметр, который мы... Продолжение следует...